Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет такой небольшой видеоролик по поводу одного интересного вопроса. Относительно недавно на канале был видеоролик с обновлениями стоковых приложений, где я зацепил немножко эту тему. У многих остались вопросы после того видеоролика, и потому я снимаю еще одно дополнительное, где расскажу про все аспекты и нюансы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у меня аппарат Poco F5 Pro под управлением, конечно же, актуальной Xiaomi HyperOS. И многие задаются вопросом, вот ты там публикуешь в телеграм-канале, рассказываешь про такое стоковое приложение под названием Joyeux. Кто-то говорит, что это там приложение Майнер, кто-то говорит, что там это приложение еще какое-то странное, которое возникает из ниоткуда, его срочно нужно заморозить. Мол, вот если не заморозить, то там данные будут передаваться куда-то в Китай, там партия будет знать о том, что вы делаете, ну и тому подобное. С одной стороны, говорят многие пользователи, что данное приложение связано с рекламой, другие говорят, что наоборот, это приложение связано с работой процессора. И я вот почему-то склонен считать, что именно вот второй вариант куда более реальный. Потому что когда вы замораживаете Joyeux, ну как бы-то реклама все равно есть. И это как бы не будет панацеей от всех проблем. Так вот, выходит новое обновление 2.3.12, которое улучшает работу вашего устройства. Опять же, я взял для примера Poco F5, потому что это у меня сейчас один из доступных аппаратов для всех этих тестирований. Но также тестирования были проведены на моем персональном Poco X3 Pro, который все еще живой, прогора никакого нет. И там я наблюдал весьма очень интересную картину. Если мы возьмем данное устройство Poco X5 Pro, то я провел троттлинг-тест, 100 потоков, 30 минут, понятное дело. Промежуток между тестами был где-то, ну, с час плюс-минус. И я наблюдал следующую картину, что в принципе, как бы, график у нас на флагмане не слишком-то и поменялся. Там, ну, лишь только троттлинг уменьшился на 1%, но при этом возросли показания вот этих циферок на энное количество значений. Да, как я уже сказал, это флагман. Но если вы возьмете среднебюджетное устройство, на котором наблюдаются проблемы, вот в частности, как Poco X3 Pro, и я именно хочу сделать на этом акцент, что именно обновите стоковое приложение Joyeuse, у вас улучшится производительность смартфона, а также уменьшится троттлинг. Ну, и тому, к примеру, я привел Poco X3 Pro, а также я все эти действия проводил еще на Poco C65. И там также это все наблюдалось. Вот вы можете еще там сказать, что это какой-то майнер, еще что-то, друзья. Это ни коим случаем не какой-то там майнер, это обычное стоковое приложение, которое есть в системе, и которое мы можем вот таким образом крутить и вертеть. Замораживать его, там удалять полностью или еще что-то, решать, конечно же, вам. Но вот многие наши пользователи в Телеграме, особенно писали там и кидали скриншоты, что прибавка есть, и с этим обновлением становится лучше. И также еще хочу сказать, что если у вас версия 2.2.14, 2.2.17 или там 2.2.7, то вам нужно, конечно же, обновиться до 2.3 версии, потому что вы сразу увидите профит от этих действий. Насчет вопроса по поводу, где взять данное приложение, обновление этого стокового приложения, в описании будет вас ожидать ссылка. Переходите, качайте и обновляйте свои устройства, и также их ускоряйте по бюджетному, если это так можно назвать. Ну а если у вас еще остались после этого вопросы, пишите в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok